всем привет пишут мне тут значит смотри евгений это же твои кинты и действительно открываю смотрю о так это же мои лучшие друзья полицейские мельничук и крапченко уже поясни причина на номерный знак ну давай ну дивимось что вас не влаштует вот так давайте атаку где она працует одна працует одна працует другая не працует ось тут одна лампочка а в двое лампочки стоит производитель автомобиля не влаштував двое лампочки стоит одна працует или нет а другая не працует теперь мы смотрим на ваш пиццвит номеру будь ласка я ваша пиццвитка номера а зале не мая у вас взагали пиццвитка номер не працует да это конечно феерично да когда полицейский пытается написать штраф человеку за то что у него там не горит одна лампочка из двух на подсветке номера при этом сами управляют транспортным средством на котором не работают вообще ни одна лампочка ну как бы в законе у нас как написано что полицейские несут административную уголовную ответственность точно также как и все остальные то есть управление транспортным средством с неосвещенным задним номером это у нас административное правонарушение но это обращайтесь упп как же это нам все знакомо а как вы можете ездить на а что у меня в мене все працю и все хорошо у меня горит пиццвитка номера у меня все горит еще раз побачите девицы последний раз попереджаю вас ваши документы посвящение водея талона реестрации транспортного засоба я вам представлюсь я вам представлюсь я вам представлюсь меня кравченко тоже попереджував там попереджувавшись да попереджувался да в итоге сидел в райотделе не знал что с этим всем делать такой бледный-бледный сидел и думал что же теперь будет дальше что-то будет кравченко ты же не переживай что-то будет обязательно прощу попереджаем раз раз вас было затримано раз от какой причины меня будут тут заставлен это что вы безпредставно кируете транспортным засобом а безпредставно ну вот без смеха это нельзя просто комментировать ну вот как это вы безпредставно кируете транспортным засобом ну серьезно полицейский кравченко это тебе нужны основания да для тех либо иных полицейских мер а гражданскому лицу не нужны никакие основания для того чтобы управлять транспортным средством у него есть обязанности да как у водителя но никаких оснований ну не требуется законом не требуется раз зараз мы зарисуем також сама ось мою документы на автомобиль будь ласка посвящая водила стоит пожалуйста если я не могу отримать вашу я предъявляю вам посвящение я вам не забороняю будь ласка не треба мне ничего рассказывать просьба у нас инспектор у нас инспектор у нас да нищая да еборот какие уважные инспекторы они увидели приступить до справедливости я скажу Думаю, потенцией для вас не треба подъявлять. Вы разозуміли, так, что вы же как говорите? У вас уже пройкли, я так разумею, были ранее спосунки с подробными полицейскими, правильно? Яких? Навчили ли себя на увазе мобильным телефоном, правильно? Ни, не навчився, ни в каком разе. Только учился. Ты учился? Да. Ты учился с ютуба? Сейчас я понимаю. Понимаете, вы делаете свои дела, а не нужно... Мы раньше смотрели видео, а вы, возможно, были осознанными, правильно? Нужно делать свои дела, и не нужно делать ничего из того, чего не нужно делать. У нас в минуточке, у нас сделали... Я вам просто еще раз говорю, у вас есть конституционные права, а вы не путайте свои конституционные права со свавиллем. Вот сейчас вы проявляете свавилля. Якое? Якое свавилля я проявляю? Я просто... Телефон у вас. Подождите, пожалуйста, телефон? Что это такое? Где вы мне почте, идиок-лиок-лиок-лиок-лиок-лиок? Снимаю. Вы, працавник полиции, послушайте меня. За мои деньги. Мои деньги. Я могу вас снимать, за какие? Платника. Я платник на податки. Я комплексник, а где вы работаете? А где вы работаете? Да, мы работаем. А вы работаете? Да. Понятно. Дальше что? У вас не научили тоже? Что нужно делать сейчас? Что вы делаете? Я вам предъявил все... А, проверяем. А, проверяем. Очень важный момент. Они личность человека установили. Потому что он им предоставил водительское удостоверение. И теперь они его проверяют. Но дальше еще интереснее. Ваша статистика мне кажется, что работник не покинешь, правильно? Что вы скажете? Какая статистика? Что? Какая статистика? Какая? А ну, пожалуйста. Прояснить меня. Сберегание наркотических средств. Какое сберегание каких-то наркотических средств? Вам не дает. Что? Вам не дает. Что мне дает. Какое сберегание? Какое сберегание? А что, до чего эти разговаривают сейчас? Что вы меня спросите? Что вы? Вы кто такой? А? Полиция? А ну, отвечайте мне, пожалуйста. Что? Вы бы дали. Что вы? Ну и в итоге Кравченко уже совсем спылил, выбил из рук телефон у человека, дальше был силовой захват, скажем так, скрутили человека, увезли в райотдел, ну и там на него посоставляли всякую ерунду, как обычно. При том, что вот я же говорил, интересно, обратите внимание, личность они его установили, а если личность его установили, то вести в райотдел для составления админ материалов, это уже незаконно, то есть это уже заведомо незаконное задержание и доставление, то есть они уже его ограничили свободу, но еще и побили его там крепко, ну человек так говорит, я сам не знаю, не видел, но человек этот утверждает, что там Кравченко его помял довольно крепко. Я так понимаю, это будет еще одно уголовное дело по вот этим вот двум красавчикам. Я не пойму, они не видели, что их ролик так хорошо зашел в соцсетях, да, они же уже прославлены, их, наверное, теперь каждая собака знает. И вот я не пойму, вот они действительно считают, что в таком вот случае, когда они стали настолько популярны, их в итоге не настигнет их наказание за то, что они сделали. Сейчас же, наверное, повылазит еще всякая информация по ним, потому что люди увидят и скажут, а я тоже знаю, а я тоже был, а я тоже видел. И все это обрастет таким огромным-огромным комком, вот, и вас потом двоих красавцев этот ком ваших правонарушений и задавит. А Настя до сих пор не научилась держать себя в руках. Правильно, правильно, тараторка вот эта вот, ну просто кошмар. Я читал про нее, она оказывается там какая-то картистка, знаете. Я всегда считал, что люди, которые вот, ну профессионально занимаются спортом, ну у них все-таки есть какая-то внутренняя дисциплина, они могут держать себя в руках. А она там с большим опытом занятия единоборствами, ну просто не может держать себя в руках, ну в простых ситуациях. Что же говорить, если будет ситуация какая-то критическая. Мне даже страшно представить, что эти двое будут чудить. Ну на этом сегодня все. Моим лучшим друзьям огромный привет. Я думаю, скоро с вами увидимся в суде. Пока. Каждый делал то, что мог либо. Я просто соврел и сказал, что здесь был выбор. У меня была мечта и никаких херных игр. Я всего лишь хотел оплатить ее.